По линиям, по, в принципе, что против чего, что возьмут, что забанят. Предположительно, сразу видим, что у Execration есть такой персонаж, как Бэтрайдер. Что-то против него хотелось бы иметь. Если Disruptor и Sun King саппорты, то можно какого-то такого хардлайнера взять, который будет помогать сбрасывать с себя лассо. Против Бэтрайдера, в принципе, неплохо заезжает какой-нибудь Абадон, ЛК, я бы подумала еще о саппорте Оракли, но уже, вот, мне кажется, что все-таки Sun King будет саппортом. Обратите внимание, у Faceless достаточно мобильный пик и трудно убиваемый, потому что, во-первых, Queen of Pain, надо тоже словить вивер в лассо, тоже очень сложно попасть, в принципе. Но сложно оно возможно, если там через смоки и так далее, в принципе, и в лассо его можно поймать, так что Execration... Мне вообще по поводу Бэтрайдера странно, что у СИА так часто он появляется. Если вот мне интересно посмотреть статистику игр, там, например, СНГ, Европы и других регионов, ибо я как раз комментировала, вот, до этих отборов очень много игр СНГ, и в целом вы знаете, что Бэтрайдер не был таким вот прям популярным героем. Однако СИА совершенно с этим не согласна, использует его очень часто. Так, давайте сразу. Имеется отличный, хороший такой герой, как Сайленсер. Изначально Бэтрайдер будет прыгать, например, на вивера и пытаться, я так понимаю, его фокусить. В любом случае понадобится, скорее всего, ему здесь линка и БКБ и то, и то. Ну, по крайней мере, для того, чтобы уверенно, скажем так, выживать. Сейчас последний фиг от Faceless, и, скорее всего, это будет у нас Хардлайнер. Всё-таки я по линиям должна угадать, здесь Клокверк, Сайленсер, Саппорт и СВН на лёгкую линию, Бэтрайдер сложную, Эгрекрэйшн должны добрать себе мидера, того, кто будет стоять в проявке в Кин оф Пейн, которая, опять же, в мете, но по поводу Кин оф Пейн точно можно сказать, что она в мете и во всех регионах. В принципе, некоторые игры мне довелось увидеть, хотя бы я там одним глазком посмотрела, но, тем не менее, я уже видела, что в СНГ Квин оф Пейн появляется очень и очень часто. Появляется андерлорд у Faceless, на самом деле, это делает их пик ещё более мобильным, ещё более трудноубиваемым. Линой отвечает нам Эгрэйшн, это было ожидаемо, честно говоря, потому что, в целом, герой, наверное, один из самых популярных в миде наравне с Квин оф Пейн. Он, с одной стороны, обычно появляется Лина, с другой стороны, Квин оф Пейн. Я уже несколько раз смотрела за этим противостоянием, и, на самом деле, непонятно кто кого, потому что, ну, потому что не стоят же они один на один. Это у нас не папчик, здесь саппорты мид приходят, саппорты будут гангать. Тем более, в этой миде яркая четвёртая позиция выраженная, которая именно путешествует и пытается делать какие-то фраги. Проблема сейчас команды Эгрэйшн в том, что, например, выйти на Вивера Рейджи и Патейты не сможет, потому что банально Вивер от него убежит. С Квин оф Пейн примерно такая же ситуация, поэтому это надо делать очень грамотно. Изначально, выходя на мид, надо, чтобы Лина развела эгена Блинк, либо чтобы у него там не хватило маны, ну и что-то в этом духе. По саппортам, ну, по поводу сайленсера здесь, в принципе, всё понятно. Я думаю, что этот герой очень неплох в любой пике, когда ты имеешь сайленсера, ты уже можешь начинать замес, не боясь, что с тобой что-то сделают и так далее, и заставляешь противников собирать какие-то артефакты на выживаемость, чтобы за время этого глобала тебя просто не уничтожили. Ну и карта начинается по... По пикам, в принципе, всё понятно, прошу прощения. Так, всё хорошо. Так, 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 отлично. Ну и, как всегда, в Смаках стандартно в вардинг... Приготовьтесь к битве. ...Джапс уже побежал, как я и предполагала, Джапс у нас будет на самом... Ну, здесь, в принципе, уже понятно, что чаще всего, если появляется Клокверк, это четвёртая позиция, если появляется Санкинг, это тоже четвёртая позиция, последние игры я не видела, чтобы Санкинг у нас использовался в качестве хардлайнера, но в некоторых случаях, в принципе, почему нет? Например, если бы взяли оппонента Бруду, они могли бы подстроить пик, чтобы попытаться Санкинга поставить против Брудмазера. Сразу раздевардили сентри, но здесь ещё стоит опс у команды Экзекрэйшн, второй вард команды Фейслэс, первый, точнее, опс именно, стоит в миде, ну и один должен быть у Андерлорда, нет, не у Андерлорда, не у Андерлорда, а у кого? 30 секунд до начала сражения. Они тоже увидим, ага. Такие вот дела. Один на миде, второй на сложной линии. Нападение у нас на Клокверка. Клокверк, скорее всего, здесь погибнет. Попытался он... Я, честно, даже не знаю, что он пытался здесь сделать, он на варде не увидел, поперевляк внимание, но в итоге у нас First Blood достается команде Фейслэс, начало положено. Попытался, вроде бы, вард взять... Прошу прощения, вард-маруну украсть, но там несколько героев было, и в итоге у нас Клокверк погиб. Кстати, он даже ничего не прокачал, не ставил никакие там Клокверки и так далее, потому что всё-таки, когда ты играешь на четвёртой позиции, непонятно, когда у тебя будет тот второй уровень, и иногда на роуминге тебе нужно либо первый спал, либо, соответственно, на второй, на Клокверке, либо батарейке, либо Клокверке. Андерлорд, Айс Айс Айс, как-то вот последняя вот игра, что я смотрела, команда Фейслэс, все игры Айс 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 отыгрывал на Батрайдере, но теперь Экзекрэйшн забрали этого персонажа, и мы увидим Айс Айс Айса на Андерлорде, жирнющим, крайне неприятным героем. Первый уровень имеет, с маной же, кстати, проблемы, потому что, вот, смотрите, с 16 мана осталось всего, имеется Кларити, но маловато. Клокверк у нас тоже вот с сапожком, бегает здесь, показывает, ты тут со мной не шути, я тебе быстро. На самом деле, тут непонятно, с кем шутить, Андерлорд все-таки не зря считается очень плотным, но у него пока уровня нет. Как в целом, у Клокверка рядом, правда, имеются тиммейты, которые готовы ему помочь. В любом случае, Санкинг перемещается у нас также на нижнюю линию, странно. А, это, скорее всего, просто за за опсом. Прошу, какой за опсом, видим перемещение Клокверка, и, скорее всего, он просто хотел взять Баунти Руну, нападает на Санкинга, под коп, ворует Санкинг у него Руну, ну, знаете, сейчас будет драка за Баунти, которую Клокверк все-таки выиграет, потому что он банально шел впереди. Ну, здесь Санкинг особо не расстроится, потому что ему также достается Баунти Руна. Давайте посмотрим, что у нас в миде. Пока Квин оф Пейн, в принципе, с Линой стоят примерно на одном уровне, 12 с 1, 10 на 4 Квин оф Пейн, но проблема в том, что Джеймса отправили домой отдыхать пешочком, и в это время Квин оф Пейн реабилитируется, она сможет поспокойно подобивать крипов. Немножко отставал Блэк, и вот теперь он и левел получит чуть выше. Лина будет отставать, ну, даже на самом деле больше, чем чуть выше. Фактически половину левела из-за этих путешествий Лины выигрывает для себя Квин оф Пейн. Вивер на легкой линии находится на абсолютном префарме, я в принципе уже видела, как он играет на этом персонаже, что будет собирать, но здесь стоит учитывать, что имеется глобал, имеется лассо, имеется такой вот герой, как Лина, и в этой игре Линден Свера просто мастхэв подкопу Бэтрайдеру, но Бэтрайдер приплыл, здесь его не отпустит, хотя у Дезраптора нет Гримса, но все равно слишком много урона, да, даже не пытался, хотел полететь попробовать заднайться возле Абрашана, но, конечно же, просто так ему это сделать не дадут. Андрротт левел у нас третий взял, 25 дополнительного урона, хорошо, Сайланс орлел второй, обратите внимание, что Ластворд он не прокачал, все, как я и говорила, на Квин оф Пейн выйти нет никакого, они просто не могут этого сделать, а вот Санкинг, кстати, может, и при какой-то хорошей ситуации, обойти Лину и дать станчик, они с Квин оф Пейн легко убивают ее, без каких-то вообще проблем, еще раз напоминаю, что здесь Вард стоит, значит, видят они сейчас перемещение Сайлансера, у Сайлансера все прокачано на единичку, и сейчас с Дабл Дэмэджем, конечно же, Сайлансер никуда не отпустит, Фейслос зарабатывает свой третий фраг, пока они уверенно себя чувствуют на, можно сказать, всех линиях, хотя вот, единственный, кто подфидонил, это Дезраптор, но, видимо, я, честно, даже не поняла, как он погиб, Лина же до шестого была, ну, Лина же убила, да, видимо, какой-то накоцан был, будет выход в мид, обратите внимание, что здесь также находится Клокверк, но у Клокверка очень мало хп, поэтому помогать тебе Лине, наверное, у него желания не будет, но Лина как будто чувствует это все, я вот не увидела, они, по-моему, может, на смоке разбили на вардах, но здесь вроде бы и Вижена не было, ждут, но Джеймс сейчас выйдет и, скорее всего, это будет минус Джеймс, Лина, Лина не отходит, боится, все-таки прыгает Блэк у нас под коп от Санкинга, Дезраптор также находится рядом, Джеймс пытается драться на развороте, в принципе, у него даже ульты не было, поэтому это фраг, который зарабатывает команда Фейслес, счет становится 1-4, преимущество уже около тысячи золота, вроде бы немного, но это пятая минута, что тут ожидать, пока Фейслес, у них, во-первых, абсолютно фрифарм у Вивера, у них Квин оф Пейн обгоняет Лину по Нетворсу, и Квин оф Пейн опять же, ни разу не убирала Лину, один раз уже в таверне побыла, сходила, Андерлорд на сложной линии ни разу не умирает, Батрайдер умер, ну, вроде бы по одному фрагу, но тем не менее, эти фраги, они как раз и дают то самое одну тысячу преимущества, Клокверк до сих пор не может даже третий уровень взять, реализовать себя не получается в этой игре Рейджи и Патейта, в принципе, то, о чем мы говорили, Квивер он не придет, убить его не получится, Квин оф Пейн тоже не самый лучший персонаж для гангов, Андерлорд, в целом, ну, вот его как раз должны они, в принципе, втроем как-то осилить, если просто не убивать Андерлорда, то кого тогда вы собирались Клокверком убивать, ну, а пока Сейс Сейс ни разу не погибал, и вот сейчас третий уровень имеется, вот сейчас и будет нападение, уже нападение на Андерлорда, однако рядом находится Сан Кинг, но поэтому не даст нам подойти, например, надо было по Сан Сор давать именно Станчик, но сейчас дается Станчик вон по Свену, отходит сюда и ответочка, сразу же отвечают команду Фейсос, притом, скорее всего, они ответят двумя фрагами, ну, уже, подкоп Сан Кинг, минус еще и Клокверк, в принципе, как что и требовалось доказать, дорого, заплатили за смерть своего, за смерть вражеского хардлайнера, за смерть АСС Айса, команда мстит, просто сразу же, сразу же отвечает, притом убивают и Свена, и Клокверка, Свен, конечно, вот неприятный еще, и первая позиция погибает, но хотя бы линии сейчас дали какое-то пространство поформить, несмотря на то, что вот у нее вроде не самая лучшая линия была, изначально перемещение Квин оф Пейн, роуминг ее дает и возможность подформить крипчиков, и уже практически восьмой уровень, имеет 46 крипов, счет пока 1-1, Блэк играет более активно, у него уже счет 1-0-3, вот это ФБ, которое он тоже помог сделать, плюс вниз перемещение, там 2 фрага, ну и в мид к нему приходили, 1 фраг на линии был сделан, вот в принципе вся его статистика, 2-6, пока в принципе мне все нравится, что происходит на картах, если, как комментатор, смотреть, достаточно активные передвижения, но более активно играют именно Фейслос, Экзекрэйшн, мне кажется, они не то, чтобы не растерялись, они просто хотят оформить, Лина хочет свой уровень, свой Блодстоун, вот Райда говорит, соберу даггер, потом поговорим, ну а Свен, это Кэрри, который в принципе не так много ему, скажем так, фармить, даже как Виверу в целом, вот если Вивер именно очень много урона наносит с такими, вот ему здесь, давайте просто представим, что надо собрать Виверу, чтобы он знал, что я могу ворваться в замес, зайти и меня не убьют, это в любом случае линкенсфера БКБ и еще, например, какой-то дезолятор, а нет, еще прошу прощения, здесь пика будет Виверу нужна, потому что, опять же, против Когов, против Клокверка артефакт крайне полезный, центральную башню силы Андерлог, значит, прилетает у нас такой, не стесняясь тратить свой ультимейт, забавно, что он прилетел не с телепорта, а именно с ульты, седьмой уровень, шестой у Свена, пятой у Сененцера, ну, знаете, с перемещением, например, какой-то Лины, они бы его забрали, но Лина не думает, пока перемещается, Лина фармит и может правильно делать по Нетворцу, Лина на первой позиции, ушел в фарм, давайте посмотрим, что на топе, Вивер один ассист, это тот, по-моему, самый ФБ, если я не ошибаюсь, а, нет, Бэтрайдера, Бэтрайдера они убивали, да, точно, вспомнила, Бэтрайдер, как и большая часть Бэтрайдеров, вся собирает себе драмы, собрал уже драмы, и более-менее такой плотный, в принципе, Queen of Pain в смоках, пытаются найти они, и могут в целом найти Сайленсер, но не самый приятный враг, ну, что там, саппорт пятого левела, это не то, а вот это как раз то, и если они убьют Свена, когда он... Вот уже идет Санкинг, это просто самый неприятный момент, который можно было для Свена вообще в целом вообразить, ты стоишь в фарме Шеншентов, а тут приходят, тебя убивают, еще на Гринс посадили Клокверка, Клоквер в 35 отсюда тоже не уйдет, хотя на самом деле... Нет. Все-таки, да, погиб Клокверк, счет становится 2-8, ну и Аншентов забрали. Пока Фейсласс смотрится на голову выше, я, честно говоря, ожидала большего от Exegregation, мне, в принципе, вчера досталось покомментировать только одну, если я не ошибаюсь, их карту, но они выступили вполне достойно, по крайней мере, на той карте, которую я смотрела. Сегодня у меня гораздо больше их игр, и у меня есть возможность познакомиться с этой командой и получше, но вот, конечно, либо Фейсласс хороши, либо собрались, потому что вчера Фейсласс, но там они играли противополятельный команд, испанули Сан Кинга, станчик от Свена, под Коп, Сан Кинг пытается отсюда уйти, ну и здесь должен он уходить, Вивер также рядом находится, Андерлорд поделился от Арканами, Андерлорд летит на верхнюю линию, отпушивать, может быть, какая-то драка внизу, либо Шрайн, Шрайн в кулдауне, Транкилл, у Сан Кинга имеется, поэтому он подрегенится, сейчас будет пытаться убить Свена, Свен отходит, понимая, что драться там нет для него никакого смысла, во-первых, он просто там один, и если его сыпанут, он просто умрет, как бы это банально не звучало, но в это время погибает у нас именно Андерлорд, просто так его забрали, ага, мне показалось, что у Батрайдера уже есть Блинк, я удивилась, потому что барабаны на 9, я думаю, Блинк, не-не-не, невозможно, и правда невозможно, Батрайдер у нас просто залетел, и Андерлорд отправился в таверну вместе с Линой, Лина через ультимейт, там дамеджа очень много, даже смогли осилить плотного Андерлорда, Свен, вернули Блинк, статик шторп, подклоп от Санкинга, Свен отправляется в таверну, без каких-то шансов, и в принципе, даже если прилипать, а, ну, вообще, странно, честно говоря, я бы на месте Сененсора, ну, на месте Свена, я бы кричала глобал и делала телепорт, и в принципе, он должен был бы успеть это сделать, потому что мне бы не жалко было просить такой важный, казалось бы, ультимейт, потому что все-таки это Свен, и, во-первых, он погибает уже третий раз, у него забрали Эншитов, и надежда команды, что твой кэри затащит, в этой игре очень-очень маленькая, здесь надежда именно на Джеймса, на который играет у нас на Лине, медовая Лина, у нее в целом все очень неплохо, потому что она просто фармила, не дралась, ее один раз загангли, один раз убили, но и на этом внимание Джеймсу перестали уделять, достойное подношение. Так, хоть здесь Эншитов заберется, было бы просто очень забавно, если бы Фейселес опять перешли, еще эти, конечно, там забрали, вот я бы нас вместе с Ваней точно там заплакала, представляете, вот это на самом деле на минус морали влияет очень сильно, я не говорю про состояние, просто неприятно, уже такой момент, где там стакают, стакают, у тебя и так линия не очень, скажем так, хорошая, а тут еще какие-то вот такие моменты, где тебя полностью фарма лишают. Внизу сплитпушят у нас Фейселес, они забирают тавер без каких-то проблем, Клинок Пейн была с дабл дамеджем, кстати, уже имеется Вейл у нас у Блэка, очень, я была практически уверена, что Блэк в этой игре будет собирать себе ветра первым артефактом до Вейла, потому что имеется глобал, но, как мы видим, меня жизнь ничему не учит, моя уверенность уже несколько раз на этих квалификациях куда-то не туда завернула, видимо, нет, почему, ну, в принципе, достаточно понятно, здесь какой-то неприятный момент, цепанули бэтрайдер или там разбивать телепорты, ну, мне, по крайней мере, нравился именно Юл здесь, но он решил, что Вейл тоже, в принципе, смотрится неплохо, вы знаете, он, правда, неплохо смотрится, и статы, и дамедж увеличить, он чувствует, возможно, что у них преимущество, и они именно идут и давят, а не на, не знаю, не нужны именно защитные артефакты, с этой стороны, конечно, Блэк прав, несмотря на то, что преимущество у них не такое большое, как, наверное, им хотелось, но вот территориально и по действиям, и по кэри, который, извините, меня гораздо комфортнее чувствует, кстати, не понимаю, как такое вышло, что вот, смотрите, вивер, я говорила про скорость фарма, вивер у нас фармил, фармил 95 крипов одемеет, 1.03, и бегал вроде и фраги, и там какие-то ассистов поучаствовал, там, в некоторых фрагах, но, а по нитворсу он опережает Свену там на девицу золота, казалось, не так-то на самом-то деле и много, если учесть, что Свен у нас три раза погиб, у Свена забрали эншентов, ну и вообще у него все, мягко скажем так, не очень. Лина приобретает себе Блэдстоун, ну вот теперь главное, конечно, не умирать. Она, в принципе, герой с Блэдстоуном достаточно плотный, 1500 хп, но есть чем пробивать. Как я и говорила, вивер, кстати, Драгонлендс он себе купил, а вот пики нету. Решил просто БКБ собрать. Тут дезолятор, кстати, я смотрела все игры, которые я смотрела с вивером, а не было дезоляторов. И вот даже не покупали брать Стоун, то есть там на сармор. Очень плохо все у Свена. Девятый уровень, если сравнить по уровню с вивером, совсем беда. Андерлорд, ультимейт, куда он полетел? На базу, полетел 11 уровень. Кстати, вот именно АСС преобвел витра себя первым артефактом, что достаточно необычно на Андерлорде. Очень многие собирают себе Мекку какую-то первую. А вот А этот Андерлорд, он не такой, как все Андерлорды. Не знаю, тут в принципе я уже говорила, что считаю, что витра здесь смотрелись очень круто и, видимо, АССС тоже так считает. Куин оф Пейн. Вообще, вы заметили, сколько ветров в каждой игре? Юл, Юл, Юл. У большинства героев, кто просто там чуть ли не на кэри не собирают. Я услышала Шадоу Блейд, либо что? Это у нас такое нападение на Куин оф Пейн. Подошел Станкин, у которого был Блинк, но Глобал отличный. И теперь, скорее всего, можно попробовать еще и Дезраптора забрать. Ставится у нас Татик Шторм, Дезраптор, буш, Телепорт, Дезраптор отправляется в таверну и, скорее всего, еще и Андерлорда заберут Эпицентр от Санкинга. Очень неплохой, однако, добить нечем. Клокер промахивается хукшотом и это минус 4. Единственный выживший это Вивер. Просто Лина остается на 70 хп. Замес проходит полностью под диктовку команды Экзекрэйшн и теперь они играют под номером 1. Отличный замес, но здесь прошло все, знаете, прям идеально. Во-первых, выход на Квинн оф Пейн и то, что был потрачен для того, чтобы ее убить Глобал. Они сделали все здорово, потому что Санкинг не смог ей помочь. Через лассо убивают Квинн оф Пейн. Дальше Дезраптор уже растерялся, ну и все, уже ничего не поделать. Уже тебя нет, считай, Квинн оф Пейн, Санкингу пришлось выйти из замеса, дабы там подождать, пока Гдаггер откатится из стан и вернуться обратно со станом и эпицентром. Но это было просто уже слишком поздно. Андерлорд опять же без Мекки был, без Мекки был, и он уже впитал тоже очень большое количество дэмэджа, ну и помочь ему не получилось. Вивер, как я и говорила, БКБ собирает, Хак, Блэк, теперь тоже, наверное, задумается. Ну, Блэк, здесь нужна линкетсфера, и видим мы, что именно этот артефакт планируют покупать. Вот это была первая смерть, но этот замес минус 4 он прям, такой очень решающий, потому что до этого фейслес чуть ли не хозяинами на карте были, но одни удачные смоки, и вот уже и Свен 12 уровень, Масков Мэднес смеет у нас, и Блинк Даги дальше БКБ собирает. Пока нет глобала, в принципе, можно было бы сходить что-то попробовать сделать, однако, есть минус, глобал уже откатится буквально через пару секунд, и драться, наверное, фейсес будет странно, а еще они просто идут без каких-то вариантов, без смоков, разбивают вард, странно, вот честно, на месте, наверное, экзекрэйшен, Клокверка бы прыгала и убивала Бэтрайдер, Лассо, в миде, ну, и Вивер не успеет здесь, конечно, сделать таймлапс, вообще, как по целу, таймлапс слышала, не работает, так вот, ну, придется тут еще, ну, за Станкингом, серьезно, ты куда-то пошел, рядом там Блэк находится, рядом Блэк находится, не жалеет он свой ультимейт, прыгает, очень много, кстати, очень долго живет РР, но все-таки этого недостаточно, еще забрали здесь Дезраптора, размен в итоге получается у нас один в два, но этот размен, опять же, плюс для команды экзекрэйшен, и вот то, что я хотела увидеть от этой команды, помните, я говорила, что экзекрэйшен набирает свою критическую массу, они даже не набрав там чего-то на свене, смогли, в принципе, перевернуть игру, не сказать, что там прям все, 10 тысяч преимуществ и не отыграть, нет, там преимущество было там около 2 тысяч, прямо перед лицом Блэка забирает саненсор у нас дабл дэмэдж, ничего не побоялся, забрал такой, дальше Крин оф Пэн прыгать не стала, побоялась, хотя в целом она могла, хоть этот дабл дэмэдж, рядом с Вен находился, у Свена маны не было, ну, непонятно, кто знает, кто знает, как бы все это вышло, в любом случае, Айсайсайс приобрет субихуд, дальше хочешь купить себе Шиву, Вивер, до рецепта стоят около 1000 голды, в миде, нападение, что опять Крин оф Пэйн, поднимайтесь с левитра, и Крин оф Пэйн, Блинк аут, Батрайдер, РР, нет, пускайп, нижнюю башню сил света атакуют, очень здорово отыгрывает Батрайдера, если честно, прям идеально, за счет этого персонажа, получилось сделать очень важные фраги, и вот замес, был выбран только благодаря ему, Клоквертам, подали на Дизраптора, ставится, Статик Шторм, возможно, заберут они, в принципе, здесь, Клокверка, хотя, к Мин оф Пэйн, нет Дизраптора, нету, Вивер, сейчас тоже будет использовать, испытывать проблемы, не успевает, просто продолжается таймлапс, потому что, огромное количество стан, 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 и в итоге, Вивер отправляется в таверну, минус 3 от экзекрэйшн, как я и предполагала, забрали лишь одного Клокверка, в миде сделали, в праг на Квин оф Пэйн, потом Дизраптор, и Вивер, ну, и Андерлорд, конечно, ушел, но, Андерлорду тащить, не Андерлорду тащить, именно Вивер и Квопа должны выживать, и благо, у них, вроде, для этого все имеется, и Шекучи, и таймлапс, но этого мало, нападение на Свена, в миде, слишком далеко, прошел Свен, Свен отправляется в таверну, станчик от Лины мимо не попадает, Джабс отсюда уходит, через эпицентр и Соник Вейв, хороший фраг, все-таки Свен из грязи в князи выбрался, имея 9000 нетворцев, уже обгоняет Квин оф Пэйн, и обгоняет Вивера, который, помните, сколько времени, фармил, фармил, да, вот в итоге не помог ему фарм, ну, даже не то, что не помог, просто Свен в целом, его гнобили очень долго, а реабилитироваться он смог за один, за два тимфайта, так, что у нас дальше, Лина, что, плейт, 21 заряд Белдстоун, ни разу она вот купила Белдстоун, и все, больше не умирает, но в принципе, Джеймс у нас умирает только один раз, поэтому, но экзакрешен молодцы, при том, еще заметили, Лина там вот такая, ничего, СВ, стаки своему Свену делает, если нужно, это плюс вот такой вот для всех мидеров, стоит отметить, что в этом ничего плохого нету, минус, раптор, не тратит им Солосо, вот это странно, что на самом деле глобал был потрачен, потому что теперь, не имея глобала, Крин оф Пейн, и Вивер должны бежать и искать драки, андерлорда цепанули, но андерлорд слишком плотный, Джабс вместе с СССом отправляется на базу, странно, что не дрались, но решили, что нужно дофармить именно крепчиками, потому что они в принципе уже отдали достаточно много преимущества, и Вивер, Вивер скорее всего здесь погиб бы, если бы Лина попал Станом, но Лина Стан не попадает, и Вивер отсюда улетает, Смоки? Ага, Смоки, Досты, Смоки, понятно, ну Досты здесь были потрачены, потому что он просто хотел Смоки прожать, но немножко чуть-чуть перепутал, бывает, не, на самом деле ничего ужасного в этом нет, бывает, так, находит нас Свена подкоп, отличный от Сан Кинга, ставится статик шторм по Сайленсеру еще и Свена возвращает, Свен прожимает БКБ, разбирается с Сан Кингом, неудержимо, Лина уже, Queen of Pain, делает Блинкаут, пытается замедлить Бэтрайдера, ГДС, Свен начинает избивать Вивера, Вивер опять не успевает прожать Таймбарс, отправляется в таверну, Флокер с Хушотом пробивается, с другой стороны Бэтрайдер, хватает у нас из Раптора, станчик от Лины, Соник Вейв от Блэка, просто великолепный, Бэтрайдер отправляется в таверну, на Климс подсадили еще и Лину, Лина пытается уйти из телепорта, сбить его абсолютно нечем, даблкил для Нанда, это триплкил для Нанда, ну и в живых остается Андерлорд, еще как бы его тут не забрали, Свен бежит за ним просто до конца, толкнули Клокверка, Клокверк имеет стики, можно если что телепорт сбить, телепорта Андерлорда нет, видит он Андерлорда, Свен сейчас к нему присоединится, пошла ракетка, Вижен имеется, прилетает Санкин, Санкин, КПС, нету даже, если бы и хотел, тут не было времени для того, чтобы его раскастовать, поэтому просто дал станчик, но в любом случае Андерлорд отправится в таверну и замес проходит полностью под диктовку команды Фейслес, один в четыре, один в четыре, только один, нет, пошутила, это просто показано, так, Клокверк у нас не погиб, ага, хорошо, я поняла, погиб Силенсер, погиб Батрайдер, здесь же погибли все, кроме Санкинга, не Санкинг даже погибал, все равно они погибли, точно, Тимбай был, Вивер точно погибал, да, Адерлорда, да, просто долго, тоже погиб, да, ну и очередной раз, очередная смерть для Вивера, я думаю, что Вивер уже сам не рад, что не собрал себе изначально Линкен Сферу, а собрал Блэкен Бар, Лина через Шадоу Блейд, уже несколько раз нападают на него через Ласса Бутрайдера, и, как видите, 2-4-6, статистика для Вивера, у которого там Драгон Лэнс, БКБ, который он даже не успевает нажать в тимфайтах, не самое лучшее решение, вот, и не самая лучшая получается ситуация. Драгон Лэнс был нужен, я просто предполагала, что он сразу Пику тогда соберет, если он, когда он собирает против Коу Куферка, для этого нужна именно Пика, тогда у нас только половина Пики. БКБ, БКБ тоже нужно, опять же, я говорила про огромное количество станов, но и Линка нужна, а кто должен тогда урон носить, если Вивер соберется в БКБ, в Пику, в Линку, пока Вивер выбирает диффуза себе в качестве артефакта, а не Линкенсферу. В БКБ также появляется у Лины, Лина, что в Блэйд, Блэкин Бар, 20 зарядов, Блэдстоуни, Лина погибла же, да? Я, по-моему, не озвучила, потому что она очень быстро арестилась и вернулась замес. Вот в чем было плашно 19-16 счет, Сан Кинг собирает Форн Став, 13-й уровень, 2-2-12 статистика у Джабса, он на этом герое очень много делает, но вот посмотрите, в 14-16 фрагов поучаствовать на Сан Кинге, 4-я активная позиция, правда активная направление будет на Дезераптора, глобал от Сенсора, прыгает у нас дальше, должен Дезераптор в любом случае погибает, не отпустит, здесь скорее всего еще и Блэка, ракетка добивает его в Клокторах, минус 2, и уже Экгекреэйшн делает все, что хотят. Сван, что ты делаешь? Решил постоять на хайграунде, в принципе, они вообще могли пойти на Рошана, но нет, решили, возможно, я даже не знаю, что они решили, просто отойти, делали два фрага и дальше, ГДС подумали, что в кулдауне, и без ГДСа на Рошпит заходить тоже не лучшая идея, если учесть, что и Глобал был потрачен, я, в принципе, понимаю, он закрешен. сейчас будет опять наводение, Бэтрайдер взлетает, Вивер получает стан, и почему он не прожал тот таймлапс? Он БКБ прожал, а таймлапс нет. сейчас он точно прожал БКБ, если он прожал БКБ, значит, у него была возможность прожать таймлапс, и таймлапс он не прожимает, очередной раз, в последних замесах, я вообще не видела, чтобы он его хотя бы раз прожал, но ему, нет, я не говорю, что вот он нажать не может ультимейт, тут дело не в этом, ему, во-первых, не давали это сделать, но в данном, вот именно в данном случае он мог это сделать. Если хватило времени прожить БКБ, значит, хватило бы нападения на Блэка, а линдосфера ему здесь не поможет. Блэк, поднимай от тебя ветра. Коги, как же вот здорово сделал, поставил Коги, чтобы изначально к мапе не смогла блинкаун сделать, спанули еще и Дезраптора, мега килл, Фейслес, как же идеально они начинали. Мне казалось, что это уже будет легкое для Фейслес, фармили. И, несмотря на такое внимание для Свена, которое было, вот это 0-3-1, вот эти стаки, которые они забрали, идеальный фарм у Вивера, все идеально у Квинов Пэйн, Андерлофт не умирает, но один замес, и Фейслес просто посыпались. Возможно, все-таки стоило брать не Андерлорда, а именно героя, который неплох против Бутрайдера, а еще неплох против Сайленсера. Ну и Сайленсер, конечно, вот этим своим глобалом выполнял реально очень большой объем работы. Казалось бы, одна кнопка, которая практически перевернула игру. Ну, очень часто так бывает. И не сказать, что вот, я еще раз напоминаю, что там не было преимущества 10 плюс 1000 и так далее, что я говорю, я только перевернула, но начало было очень уверенно и у Фейслес. На всех линиях чувствует себя комфортно, вражеский керри загноблен, и наноэпе. Как цвет, Санкинг? Подкоп. Начинает избивать Лину, Лина прожимает БКБ, глобал от Сайленсера, Бэтрайдер прыгает, утаскивают у нас Санкинга, Санкинг отправляется в таверну, должен, по крайней мере, так оно, в принципе, и есть, испанули здесь Санкинг, Санкинг, мстят ему за все, в этот раз его получается убить, прыгает Клокверк, под ГДС он начинает избивать самого толстого андерлорда, Вивер, Шикучи, начинает избивать Бэтрайдером вместе с Блэком, в принципе, Соник Вейв очень даже неплохой, но уже потеряли двух персонажей в Фейслес, сейчас атака на Вивера, у Вивера таймлапс есть, в этот раз он его точно использует, поэтому просто его надо отпустить с миром Лина, 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 Срафтер Глимс, ну, неважно, да, Вивера отпустили, они в любом случае разменяли Санкинг на Санкинга и Андерлорда, Андерлорд в команде Фейслес на данный момент находится на первой позиции по надпорсу, поэтому максимально они денег взяли за героя, сколько можно было, и забрали еще Т1 Тавр, можно и Т2, в принципе, забрать, и на Рошана пойти, почему нет, в принципе, у них сейчас все козыри в рукаве, и глупо было бы этим не воспользоваться, Клоквер, с Хошота, цепляет Санкинга, Санкинг выкапывается, станчик Асвена за пару ударов расправляется с Дезраптором, Дезраптор даже не успевает поставить статик шторм, Клоквер, скорее всего, здесь должен погибать, однако, Форс Тав, прыгает за ним дальше, Санкинг, Кин оф Пейн, ну, и Клоквер отъезжает, Клокверка, в это время Лина просто била Тавар, Тавар забрали, все герои живы, Клокверка потеряли, ничего страшного, 3-5-12 текровает Клокверк в этой игре, а здесь еще и цепанулись, вот, слушайте, вот, про это я не увидела, Свен только, ага, у Свена вообще есть Аегис, вырывали Рошана, ааа, они, пока я там даже комментировала, ну, здесь телепорт, здесь, конечно, выйдет, Кираса имеется, нападение на топе, ну, и Санкинг минус, минус, даблкил у нас для Батрайдера, Лина, просто улетает, вот такие вот дела, забрали Тавар, когда я комментировала драку, в это время, еще и Рошаны падали у нас, хорошо, поразвлекали, 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 да, согласна, не показала я вам момент, преимущество уже выйдет скоро 20 тысяч, по опыту уже за 20 тысяч, 17 тысяч и слишком много, Фейслес могут играть очень долго, фарм доту, я знаю, Блэк умеет, но в этой игре, во-первых, Лейд явно не загинит, даже если они будут играть очень долго в сплит, но тут только Андерлорд, да, мобильность Кейн оф Пейн, в принципе, Вивера может позволить, но тем не менее, слишком много фрагов было сделано в начале игры, именно в мид-гейме даже, а не в начале, на героев, которые не должны были умирать, но Шадоу Блэйд на Лине, решил очень много вопросов с этим, да и Бутрайдер, конечно же, Бутрайдер, Лина, молодцы, очень, они в принципе очень много сделали, ну и опять же, глобал от Сайленсера, минус Дезераптор сразу же, Вивер в этот раз успевает прожать БКБ, однако, это не помешало его убить, он даже не успевает прожать Тэмблакс, потому что было потрачено на него лосо, ставится Коги, Лина разбирается на Санкин, Санкин даже не расхарстовал Эпицентр, Никого убить не получается, минус 4, и в живых остается лишь один Блэк, потому что, в принципе, вовремя успел свалить за место, да и все важные сплы уже были потрачены на тиммейтов, Санкин развел, можно сказать, длину на ультимейт, Бутрайдер потратил особо Двивера, ну и сейчас минимум, наверное, две стороны упадет, потому что, и да, ну, здесь как бы тянуть игру нет никакого смысла, это понимает фейслесс, слишком большое преимущество, уже около 20 тысяч, забрали бы в сторону, еще что-то, из шрайна там было бы уже 27, ну и, в принципе, вот такой игры от экзагрешен я как раз и ожидала увидеть, но я не ожидала, что фейслесс так вот сыграют, вообще странно, вот почему-то в последнее время мои ожидания не то, что они даже не оправдываются, я думала, что это будет равная игра, но они просто нафармили свои артефакты и выиграли один замес и решил все, несмотря на такой хороший старт, мне эта игра напоминает игру Минески против Тинси, где Минески очень хорошо начали, но Тинси свои вещи нафармили и просто убили их, это уже говорит о какой-то командной игре больше и так далее, задумка и у тех и других была в принципе неплохая, и герои такие метовые хорошие, но но нет. Значит так, пока уходим на небольшую музыкальную паузу, следующий матч у нас Фнатик против команды Мугл, победителей открытых квалификаций, вторых открытых квалификаций, здесь думаю, фнаваритами явно будут подлинные н